Предприниматели и представители Абхазской диаспоры в Москве объявили о сборе средств для поддержки государства в борьбе с коронавирусной инфекцией в конце марта. И уже в общей сложности собрано 55 миллионов рублей, из которых 47 бизнесменами нашей страны, а 8 представителями диаспоры. Большое количество медицинского оборудования, расходных материалов, лекарственных средств, средств индивидуальной защиты, необходимых для медицинского персонала, для защиты от коронавируса. Собственно, в этой поставке как раз вот эта значительная часть груза сегодня наконец прибыла. В этой поставке включены 21 аппаратов ИВЛ. Кроме этого, в этой поставке также есть сигнализатор, необходимый для диагностики. Ну и масса других расходных материалов, которые очень необходимы на сегодняшний день для борьбы с этим вирусом. Отклик был моментальный со стороны наших соотечественников, проживающих в Москве. Практически мы не успели разместить объявления, как в тот же день стали поступать средства. Поэтому такая отзывчивость была, конечно, впечатляет, восхищает. И, в общем-то, сбор действительно продолжается, люди продолжают уносить свои средства какие-то. Мы пока не останавливаем, потому что закупки продолжаются. Думаем, что еще будут впереди какие-то поставки. Мы все время получаем какие-то дополнительные заявки от Министерства здравоохранения. Общая стоимость всего закупленного оборудования, материалов и медикаментов составила 39 миллионов рублей. Как рассказывает координатор движения предпринимателей «Мы вместе» Борис Борциц, бизнес страны воспринимает вирус как общую угрозу. А значит, и бороться с ней надо, объединившись. Он в очередной раз убедился в том, что наш народ в тяжелые ситуации, в критические моменты может и умеет объединять усилия. Вот здесь как раз-таки вот этот груз, который приехал сегодня, это первая машина. Уверен, что будет еще, ну я точно знаю, что будет еще две машины и, надеюсь, будут еще остальные грузы. Это как раз-таки результат вот этого объединения общих усилий. Когда была инициатива бизнеса общества, предпринимателей Абхазии оказать содействие республики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Также была просьба и инициатива обратиться к предпринимателям со стороны исполняющего обязанности президента. И вот здесь, как говорится, совпала вся эта история. Следует отметить, что часть оборудования куплена абхазскими предпринимателями с помощью международных организаций. В ближайшее время в Министерстве здравоохранения и соцобеспечения распределят гуманитарный груз по медицинским учреждениям республики. Есть у нас первоочередность учреждений, потому что в зависимости от нагрузки, которые мы придаем той или иной учреждению, и зависит и количество передаваемых им медицинских изделий и расходных материалов. В первую очередь, когда подъем заболеваемости стало в России и в Абхазии, мы определили центральным госпиталем инфекционным, Гудаутскую центральную районную больницу мы перевели в инфекционный госпиталь. И основное будет уходить туда, где данное учреждение оснащаем ИВЛ, расходными материалами и препаратами. А потом уже в зависимости от того, в Сухуме, кто какую нагрузку имеет, и, соответственно, мы равномерно распределяем расходные материалы для того, чтобы нам всем лечебным учреждениям хватило. Ожидается еще два груза с гуманитарной помощью на средства предпринимателей и соотечественников.